Субтитры создавал DimaTorzok Правящий архиерей Екатеринодарской Кубанской епархии, митрополит Исидор, возглавил Божественную Литургию в Кафедральном Свято-Екатерининском Соборе Краснодара. Субтитры создавал DimaTorzok Митрополит Исидор в миру Николай сегодня отмечает свои именины. С днем Тазименинства владыку поздравил от имени всего духовенства настоятель собора Протеерей Игорь Алжабаев. В Краснодарском храме святого преподобного Сергия Игумена Радонежского началась рвоз пистен. Наша съемочная группа побывала в храме и встретилась с живописцами. Пять лет назад был отстроен и освящен Краснодарский храм в честь преподобного Сергия Радонежского. Строгий по архитектурному исполнению, он при одном лишь взгляде возносит мысль горе, к небесному миру. При входе внутрь замираешь. С темного иконостаса новошедшего взирают писанные на золотом фоне, символизирующем небесное блаженство, строгие лики. Душа приходит в молитвенное настроение. В прошлом году в Сергиевском храме начались работы по благоукрашению внутреннего убранства церкви – художественная роспись стен. К такому важному и серьезному делу приступили по благословению кубанского архипастыря митрополита Исидора. Господь послал художников, и работа заспорилась. Для удобства совершения стеной иконографии храм поделили на верхние и нижние ярусы. Это жизнеописание преподобного Сергия Радонежского. Я не знаю, получилось у нас или нет, но мы смогли отразить и его посвящение в Иерее здесь, и его просвещение как отрока в Арфаломее старцам, и его родители здесь же изобразили, и чудо о птицах. Мне показалось, что на наших таких суженных просторах храмовых стен нам удалось поместить добрую часть жизни преподобного отца нашего Сергия Радонежского. Кроме уже завершенной росписи, здесь, в нижнем ярусе храма, по периметру стен расположены писанные канонические иконы, святых и праздников. Есть образ кубанских новомучеников. А с левой и с правой стороны от иконостаса тоже не так давно в киотах разместили иконы святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тремифунского, святых, к которым наиболее часто прибегают за помощью верующие. Восемь художников сегодня трудятся над благоукрашением стен Святосергиевского храма. Здесь из-под кисти и мастеров выходят библейские и евангельские сюжеты, образы святых. Над алтарем будет сюжет о Евхаристии, сверху благословляющая длань. Мы решили немножко отойти от русского стиля, потому что русский стиль он аскетичный немного, а нам хотелось создать какую-то такую помпезность, яркость. Мы все же немножко пошли в сторону византийской традиции письма, то есть мы использовали много золота, орнаменты богатые. Это такая некоторая эклектика. Мы взяли что-то из римских мозаик, что-то из византийских, из храмовой живописи византийской. В иконографии стен церкви художники используют сусальное золото. Золота в росписи действительно много, но оно не слепит глаз. Живопись выполнена деликатно и со вкусом. В последовательности изображений художники придерживаются канонов – четкой классической структуры храмовой росписи. У каждого из них за плечами многолетний опыт фрагментарной росписи церковных стен, но полностью расписывают храм они впервые. Храм – это дом Божий, это сложный символ, под видом земного приоткрывающий неизвестное горнее. И стенная роспись – это окно в горний мир. А при Краснодарском Свято-Элинском храме продолжает работу женский кризисный центр. И это в условиях строгого соблюдения карантинных мер. На одной из тихой улочек Краснодарского дачного поселка расположилась светлая обитель. Это кризисный центр помощи беременным женщинам и матерям с детьми. 15 мая центру исполнилось два года. На сегодняшний день здесь проживают три молодых женщины. Мы застали их за работой. В условиях карантина насельницы центра шьют маски. Этим они помогают волонтерам епархиального отдела по социальному служению. Кризисный центр помощи как раз и работает при этом отделе как подразделение некоммерческой социальной организации «Благой дар Кубани». В уютном частном домике центра «Светлая обитель» живут женщины, которые оказались в сложной ситуации. Например, решились сохранить жизнь малышу, но испытывают трудности. Мы помогаем им на этот период обрести какое-то место, где безопасно. Они здесь у нас находятся на полном обеспечении и могут спокойно выносить дитя, родить, побыть еще какой-то период времени и потом выпуститься из центра. Кроме того, у нас здесь мамочки с детьми маленькими. Это самая незащищенная такая категория женщин, когда они не могут работать. И сложности материальные, какие-то личностные отношения с бывшими мужьями, с родственниками, родителями приводят их к нам. Во время пребывания в центре «Светлая обитель» молодые мамы или будущие мамы находятся на полном обеспечении в комфортных условиях. Комнаты центра оснащены детской мебелью, бытовой техникой, детскими игрушками и развивающими пособиями. У каждой женщины, которая оказалась в центре помощи, есть своя история. Так получилось, что в связи с карантином возникла сложная финансовая критическая ситуация. И «Светлая обитель» оказалась просто лучшей возможностью, чтобы в такой сложный период жизни здесь побыть. Нам дали возможность, дали крышу, питание, режим дня. Все здесь для нормального, благополучного проживания с детьми есть. Хорошо, что во время карантина мы даже лучше, что мы здесь оказались. То есть мы оказались не в заперти в квартире, а здесь есть двор. Мы всегда на свежем воздухе. Мы возделываем свои маленькие грядки. Мы что-то делаем, мы двигаемся. Время проживания в центре молодые мамы используют и для работы над собой. Для этого здесь проводятся регулярные консультации с психологом, соцработником, проходят даже занятия по домоводству. Еженедельно обитель посещает священнослужитель. В начале своей деятельности центр просто предоставлял молодым и будущим мамам крышу над головой и питание. Сегодня уже здесь накоплен бесценный опыт комплексной помощи и поддержки. Сейчас мы даем возможность и пообщаться с психологом, с социальным работником. Прежде всего со священником, конечно. Потому что среди этих людей, ну мало людей глубоко верующих. Чаще всего это социально неблагополучные люди. И священник, с одной стороны, утешает, дает возможность переосмыслить в духовном плане то, что с человеком произошло. Дать какие-то новые оценки всей своей предыдущей жизни. Психолог помогает выстроить правильные мысли, как-то научить справляться с теми душевными состояниями, которые происходят у человека. А с другой стороны, социальный работник помогает выстроить план выхода из кризиса. То есть она подскажет, какие пособия есть, чем государство может помочь, чем могут помочь вот такие социальные центры, как наш, чем церковь может помочь. И помогает вот такой комплексной поддержкой у человека чаще всего получается из этого кризиса выбраться и затем уже начать совершенно новую жизнь. Кризисный центр помощи «Светлая обитель» действует при поддержке фонда президентских грантов. В рамках проекта оказываются и другие виды помощи. Например, духовная и гуманитарная поддержка женщин, не нуждающихся в проживании. За два года существования проекта приют в центре на разные сроки получили 21 женщина и 32 ребенка. Из них семь малышей родились в центре. Недавно наша съемочная группа побывала в одном из дальних уголков предгория Кавказа. Здесь в 1942 году шли бои за подступы к Туапсе. В урочище Подновисло располагался советский полевой госпиталь. А теперь здесь находится небольшой мемориальный комплекс. В 1942 году, в период боев за подступы к Туапсе, в урочище Подновисло располагался советский военный госпиталь. При фронтовой полосе, практически без лекарств, раненые умирали сотнями. Военному врачу взялась помогать местная девушка по имени Аршалуйс. Фронт ушел, а остатки госпиталя вместе с ранеными были брошены в Подновислое. Аршалуйс Ханжиян с помощниками хоронила умиравших солдат и офицеров. По ее подсчетам, здесь лежит около двух тысяч солдат, матросов и офицеров, захороненных в трех братских могилах. Умиравшим она дала слово не бросать их и после смерти. Всю жизнь она провела здесь одна, ухаживая за солдатскими могилами. По смерти Аршалуйски Ворковны, ее дело продолжила ее племянница Галина Ханжиян. Так же, как ее тетушка, она живет одна в этом брошенном поселке, затерянном в предгорьях Кавказа. Лет десять назад на поляне появились две часовни. Одна армянской апостольской церкви, другая русской православной. Ввиду удаленности урочища от цивилизации, службы бывают нечасто. Однако и армянские, и русские священники встречаются здесь несколько раз в году. Два второго перезахоронения, это обязательно служба у нас. Потом в течение лета у нас из-за армии проводят, именно с воскресной школы приезжают. С нашей армянской церкви, с Краснодара, с Пашковки, Терданил приезжал. И отец священник Александру. И они службу провели там и там. И нашелся на могиле, читали. Терданил читал по-армянски, а отец Александр по-русски. И отчина нас читали. И не сбились, все как это. Прямо потом сами удивились, а настолько... Жизнь стала полегче. Власти давно признали подвиг Аршалуис. Некоторые общественные организации и институты помогают поддерживать мемориал в надлежащем виде. Даже сейчас, в период карантина, Краснодарская общественная организация «Военно-историческое общество» наводит порядок на братской могиле. В конце апреля, в субботники, приезжает Орленок помогает. Приезжают они, бывает, в год два-три раза. Верхний памятник моряков покрасить. Потом пограничников памятник красят. Вот лавочки они сделали, красят. Потом приезжает законодательное собрание. Они к 22 июня красят центральный памятник. Подкашивают, где успевают. Большой стол, где ветераны садятся они. Потом приезжает молодежка, где не успели оградку подкрасить, где-то дорожки сделать. Институт МВД приезжает покосить, мне помочь на мемориале. К 22 июня счетная палата приезжает. Здесь помогают тоже очень физически, конкретно. Потом приезжает наша администрация к 22 июня. Идеальный порядок наводится. В связи с карантинными ограничениями в передвижении мемориал сегодня пуст. Но очень скоро здесь появятся туристы, паломники, представители общественных организаций. И поздравляю вас, братья и сестры, с праздником святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Я так люблю родную речь, такую теплую, как печь, где можно словно в детстве лечь горяченьким калачиком, во сне жар птицу подстеречь, кобылку бурую запречь, и столько свеч за кружкой жечь, цариной Родионовной, как с незабытой Родиной, которая у нас одна и нечто больше, чем страна, страдалица, провидица. И только Пушкин, да она, вот все мое правительство. Продолжение следует...